Эти центры пока в пилотном проекте, но они создаются во всей Российской Федерации. Еще один такой центр теперь есть и в Севастополе. Помещение небольшое, всего два кабинета. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. В городском отделении Социального фонда России, которое и предоставляет площадку, надеются, что это место станет центром притяжения севастопольцев пожилого возраста. Для этих людей здесь есть, что предложить. Рады всех будем приветствовать на базе нашего центра жителей Севастополя, людей старшего поколения. Потому что с нами будут сотрудничать и представители власти, и представители местного самоуправления. И, естественно, и представители соцзащиты, банков. Будут проводиться обучающие семинары, вебинары в режиме видеоконференции. Будут выступать представители различных общественных организаций. От представителей банков для людей серебряного возраста будут организованы лекции по финансовой грамотности. А для курсов по грамотности компьютерной оборудован отдельный кабинет. Обязательно организуют и юридические консультации, в том числе по вопросам пенсионного и социального обеспечения. А еще граждан пожилого возраста собираются привлекать к волонтерской деятельности. У нас получается, что одна и та же целевая аудитория. Это люди, которые уже вышли на пенсию. Которые уже собираются выходить на пенсию, готовятся и собираются потом не работать. Но у которых есть и энергия, и, главное, жизненный опыт, и желание. Возможно, у многих есть мечта еще с детства что-то свое осуществить. Я считаю, что это отлично, что именно открылся этот центр. А еще люди серебряного возраста смогут разнообразить свой досуг настольными играми, совместным просмотром любимых фильмов, чтением книг. Здесь даже можно будет проявить свои творческие способности. Для Севастополя, где по статистике много возрастного населения, открытие такого центра очень актуально. У нас с точки зрения полувозрастной структуры очень возрастной город. То есть сюда приезжают люди в определенном возрасте. Ну, не побоюсь этого слова, процентов 30-40 населения. Это люди, которым может быть интересен этот проект и которые могут сюда приходить. Я точно понимаю, что Департамент труда и социальной защиты будет надежным соратником, помощником и поддерживаем эту инициативу во всех ее начинаниях. В добрый путь этому центру. Я вот провожу очень часто приемы наших севастопольцев. И ко мне приходят в основном люди 65+, со своими мыслями, со своими инновациями. Я уверен, что на таких площадках будут формироваться новые какие-то правильные мысли. Люди будут делиться между собой, дергать депутатов, дергать правительство, для того, чтобы они работали и приводили наш город в порядок. Предварительная запись сюда не нужна. Прийти сможет любой желающий. Со дня на день центр общения старшего поколения заработает полноценно. На улицу Дзержинского, 53, на корабельной стороне можно будет приходить в рабочее время с понедельника по пятницу. План мероприятий, которые станут первыми для учреждения, опубликуют в ближайшие дни. Святослав Данилов, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.